добрый вечер я надеюсь что все сработает и не будет как происходит почти каждый раз ровно в девять часов вечера в компьютере пропадает интернет это уже у нас какой-то такой я бы сказала обычай вот добрый вечер я вижу уже хая к нам присоединилась очень приятно здравствуйте и саид добрый вечер здравствуйте и мы с божьей помощью начинаем нашу беседу наше общение я очень надеюсь что у каждого из вас всех вместе и каждого в отдельности все в порядке и все здоровы в наше время это очень важный момент я желаю каждому из вас самого лучшего здоровья и мы приступаем к тому что мы вспомним о том что только что только что только сегодня буквально несколько часов назад у нас закончился месяц адар месяц когда мы все должны радоваться я надеюсь что несмотря на то что происходило и происходит в нашей жизни нам действительно каждому из нас удалось выполнить эту нитву так как надо хотя конечно в этот раз это было совсем непросто вот этот вирус все говорят про вирус видимо нет ни одной передачи в где хотя бы одно слово не вставят и не упомянут про него да так вот этот вирус а пришел в наш мир и изменил немножко некий порядок нашей жизни но когда нашему народу не просто то мы вспоминаем сразу про три вещи что это за вещи это шуба сила и дзадака то есть раскаяние молитва и благотворительность и мы знаем что именно эти три вещи они отменяют суровый приговор сегодня же я хочу больше с вами поговорить а именно про шубу именно пророскаяние что буквально для нас шуба буквально означает для нас такое слово как возвращение невольно может быть у нас у каждого из нас может возникнуть такой вопрос или возникает периодически такой вопрос как реально исправить наши какие-то правильности какие-то грехи какие-то не самые правильные вещи которые мы сделали в жизни ведь эти вещи они уже совершены они уже сделаны и они может быть привели к каким-то негативным последствиям время вспять и не обратить до про грустная да а сейчас давайте обратим внимание что вот сейчас таки у нас наступает месяц nissan и в этом месте есть особое значение в туре объявлено что этот месяц объявляется главой царем месяцев года до царем царь с короны вот именно этот месяц он именно царь нашего года и существует особая заповедь освещать месяц nissan больше чем все другие месяцы этого года поэтому о наступлении этого месяца обычно обычно объявляется в синагогах в субботу когда весь еврейский народ собирается вместе для молитвы к сожалению в этом году мы не смогли выполнить эту заповеди в том в том виде в котором она нам предписана тем не менее месяц nissan это месяц освобождения любое освобождение это исход выход из мрака к свету в каком-то смысле наш сейчасшний мир он погружен в мрак он погрузился в мрак вот последствия благодаря именно этой болезни и я хочу сказать что вот чувствую этот мрак я вспомнила о ионе что такое юна 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 переводится как голубь голубь мира которого везде и всюду рисует когда речь заходит о мире это голубь та самая птица которая вылетела из ковчега если вы помните в другой нашей ситуации тогда когда мир был на уровне страшного хаоса был разрушен да вот это самое юна вылетела и сообщила нам принесла нам хорошую вещь весть принесла нам хорошую новость именно вот про голубей рассказывают что это самые верные птицы ну и наверное многим известно что голуби создают семейные пары на всю жизнь и у них проявление любви и нежности такой трогательные романтичные что недаром влюбленную пару называют джук юнинда пара голубков но я с вами хочу поговорить совершенно о другом йоне йоне бен амитае пророки йоне имя его отца кстати амитай амитай от слова имет правильный правдивый сам же йона был человеком непростым был человеком необыкновенным когда он был маленьким он тяжело заболел и дыхание у него уже практически прекратилось и в тот момент у них в доме жил сам пророк или яву и именно этот пророк смело силой своей молитвы возвратить йону к жизни да то есть уже самого начала жизни было видно что у него какое-то особое предназначение не с каждым человеком случается такое чудо в дальнейшем жизни йона пошла так что он был действительно человеком очень обеспеченным богатым практически может быть одним из самых богатых людей его времени это также указывает что пророки хорошо когда они богатые правильно когда они богатые да и вот для нашего рассказа имеет большое значение именно то что это был человек богатый также йона был пророком у которых были разные пророчества были пророчества которые исполнились а были такие что и не исполнились ну это отдельная тема почему есть пророчества которое исполняется которые нет но может быть мы немножечко сегодня коснемся потому как значит вот это мы будем обсуждать эту проблему очень важно мне упомянуть о том чем вообще занимались пророки то есть работа пророка в чем она была как вам кажется кем являются пророки что они делают какое предназначение у пророков понятно что они глаз всевышнего они сообщают народу людям отдельному человеку царю и так далее то что всевышний уполномачивает их сообщать да и тем не менее во всяком случае в то время настоящие пророки они именно жили жили тем что всевышний вот для чего он их предназначал что он их просил передать вот для них это было важно в жизни пророки зная мы это виде можем увидеть на протяжении всей нашей истории что зная что все в мире создано всевышним до нам дали книгу тор и да на основании этой книги и у них было четкое в принципе знание что все что не происходит в этом мире это хорошо для человека да и иногда когда происходило такая вещь что они видели некую несправедливость или что что-то не в порядке что что-то не хорошо они позволяли себе и могли спорить с всевышним да то есть им казалось что несправедливость со стороны всевышнего эта вещь невозможна это совершенно противоречило тому что было нам дано вторе кстати в наше время сейчас пророков практически нет да ну а то что пророк был пророком обычно проверялась тем что он он давал некое пророчество на самое ближайшее время относительно ближайшие да год-два и так далее и это сбывалось вот то что я лично точно могу сказать то что я видела это любовеческий ребе на мой взгляд однозначно был пророком потому что все то что он говорил людям все эти вещи абсолютно сбивались если взять вот буквально очень толстая книга написанная даже переведена на русский язык где он рассказывает о том что будет именно последний вот на протяжении нескольких десятков лет это действительно видим но давайте вернемся к тому что вот мы начали с вами рассказывать про йону то что я начала рассказывать во времена в то время в то время когда йона жил здесь к сожалению наша земля уже была поделена на два царства южные и северные я думаю что вы это знаете и йона был пророком в северном царстве и тем не менее раз в год три раза в год но раз в год это обязательно он поднимался в иерусалим и вот в один из таких подъемов он получает от всевышнего некое направление посылает его всевышний в город нинвэ нинвэ то как произношение да было сказано ему что поднялся там великий вопль кстати где еще под был поднимался великий вопль где мы слышали где мы помнили и он тоже помнит эти слова где было где поднимался великий вопль когда это у нас говорилось кто-нибудь помнит присоединившихся из тех людей про которые точно знаю что они прекрасно знают тору панаха все остальное где когда еще говорилось что был великий вопль содом и амура и он прекрасно помнит что эти города были уничтожены всевышним и вот его посылает некий город нинвэ надо сказать что это был что в свое время конечно и содом и гмура были очень гамора были цветущими городами очень дачными но в данном случае этот город нинвэ это была столица столица очень мощнейшего государства того времени да и в этот момент и он решает что он не хочет исполнять это поручение он не хочет идти и быть плохим посланником да хотя всевышний ему просто сказал иди он не сказал ему конкретно скажи что уничтожи да он сказал ты должен туда пойти вот иди в этот город потому что поднялся вопль и так далее он решает что он не хочет быть посланником он не хочет чтобы этот город был уничтожен и что он решает он решает убежать от этого поведения поручения представляете себе пророка который решил что он имеет право не исполнить волю всевышнего что вы думаете вообще на эту тему может ли себе кто-то позволит тем более такая как бы на таком уровне человек не исполнить волю всевышнего решил он убежать в некое такое место под названием такой город местность под названием таршиш сейчас это предположительно может быть в испании или вот где-то в том направлении нету сейчас точно известного места где это он решает что вот убежит он в это место кто может себе позволить в этом мире скрыться от всевышнего что нам думать вот простым людям которые это читает можем ли мы с вами скрыться от всевышнего в этом что-то никто не отвечает видимо у вас нет ответа и вы ленили вы не знаете можно ли скрыться от всевышнего или нельзя ну давайте посмотрим как ему это удалось я же упоминала в самом начале что он был очень богатым человеком и вот юна решившие сбежать от всевышнего куда он направляется он направляется в морской порт и покупает себе не корабль а как бы фрахтует корабль сразу же в тот момент как он подошел дает очень большую сумму денег корабль даже не успели его погрузить как надо он сказал все мы отсюда уезжаем дает направление вот в этот город таршиш и они отплывают отчаливают от берега отчаливают достаточно далеко и вот в какой-то момент достаточно быстрый начинается сильнейшая буря чем такая буря которая совершенно опытные моряки просто не помнят все что они не пробуют делать ничего не помогают они начинают сбрасывать свою какую-то поклажу в багаж вещи которые были как мы знаем надо облегчить корабль когда происходит буря и каждый из них каждый моряк начинает молиться этот своему богу этот своему в каждый молиться с ему просит чтобы что-то случилось чтобы не что-то случилось а чтобы буря закончилась и они спаслись да что же делает йона в это время йона в это время спокойненько спускается в трюм который уже пуст от поклажи и всего и от людей и засыпает и вот капитан корабля уже бегает по этому кораблю видят что вот этого его дорогого не попутчика как его сказать выкупившего клиента до выкупившего поездку клиент нет он его не видит он начинает искать и находит его в трюме и говорит я не понимаю да посмотри что творится море вообще переворачивает нас такого шторма никогда не было а ты спрятался сюда и спокойненько себе спишь давай вставай поднимайся иди вместе с нами молись иди в чем-то там помоги отвечает я совершенно не хочу не кричать не молиться мне это совершенно не интересно совершенно не мое дело он горит неужели капитан его страшно уже ли ты не боишься за свою жизнь что значит ты не хочешь молиться моряков в принципе того времени известно что был такой обычай что когда случалась большая неприятность море то они бросали жребий чтобы понять кто виноват и вот они тут бросили жребий и выпал он на юну то есть по их там каким-то соображениям значит йона это именно тот человек из-за которого произошло это несчастье и тогда они вдруг вспомнили да когда они выбрали на к себе на борт они про это не подумали спросить тут они вспомнили что надо бы вообще в принципе узнать что это за человек откуда он пришел и почему вообще это все случается и вот йона ему говорит я ивре то время это означало что я еврей и я молюсь только перед всевышним создавший этот мир и только перед ними отрепещу перед всевышним который создал это море то что вокруг вот только этому всевышнему я и служу и вместе с вами вашим башкам я молиться не хочу да а куда я еду а я убегаю я убегаю именно от поручения этого всевышнего ну тут моряки вообще совершенно не поняли в чем дело то есть такое всевышний про который он говорит который все создал который сделал вот этот шторм сейчас да этот человек совершенно спокоен и говорит что он убегает от этого всевышнего и испугались этот момент моряки и сказать что такое вообще сделал зачем ты делал на наш вообще на наш самолет на наш паровоз на наш да на наше на наше судно ты же от своего бога не убежишь сказали ему простые моряки да что нам делать спросили они было страшно что же это за человек который не боится спорить со всевышним на говорит так бросьте меня в море так она тогда успокоится вот я спрошу вас давайте посмотрим каждый нас каждый из нас подумает на минутку вокруг может быть мы знаем с вами таких людей которые видят что весь мир рушится что что-то такое происходит очень непростое а может быть даже страшное и от их личной шубы от их личных поступков все может измениться они говорят нам это неинтересно и от того что я буду в шаббат стирать от того что я буду воровать от того что я буду обманывать ничего не изменится да я буду делать то что мне хочется кстати вот в этой истории я как раз здесь более глубокий смысл да и не именно то что вот если сейчас вот последние предложения произнесла но у меня невольно напрашивается как бы к сожалению да такая такое вот сравнение когда я писала у себя фейсбуке ребята вот первый шаббат произошел когда на официальном уровне во всяком случае там не до транспорта нету магазинов открытых и так далее и несколько человек мне там ответили ха что вы там думаете себе мы все равно будем и стирать и делать и ездить и так далее и так далее все равно будем неважно что и как пусть весь мир рушится неважно я буду делать то что я хочу да но моряки эти были не такие люди да и в этой истории есть очень глубокий смысл что делают эти матросы я не знаю чтобы сделали вы да когда человек под которого вы видите что зависит то что происходит он вас привел в очень неприятное положение благодаря не можете сейчас ваши ваши судно разрушится вы утонете и так далее чтобы вы сделали опять не вижу что кто-то пишет видимо у вас сегодня нету сил прорабатывать и писать прорабатывать материалы писать на него ответ так что же делают моряки сначала матросы пытаются грести назад пытаются вернуться к берегу ничего не получается их корабль откидывает назад постоянно буря не прекращается никакой возможности и тут эти моряки которые не имеют никакого отношения не пророку некий время который до этого момента не слышали и не знали вообще ничего о нашем всевышнем о всевышнем который для всех всевышний да так вот эти люди которые только одну секунду назад молились своим башкам они поняли что есть кто-то есть что-то над всем этим кто-то кто всем руководит некая какая-то сила да мы называем всевышним да и в этот момент они делают шубу они понимают что они должны сделать все правильно по законам всевышнего и они начинают молиться молиться нашему всевышнему да рядом с ними находится пророк еврейский пророк и не молится часто ли мы с вами видим евреев которые считаем нам кажется вот там евреи у него есть свое предназначение он должен его выполнить он должен делать так он делает ну как ну вот же он там или религиозный такой но он же должен молиться он же должен быть примером для всего мира а он не делает это и и мы не еду менее и нам больно и мы не понимаем как такое в принципе происходит вот сейчас да сейчас от него все зависит сейчас вот мир в этой буре зависит от этого еврея а он не молится он ничего не делает ничего не меняет в жизни и что они начинают делать что они начинают делать они начинают молиться молиться и молиться всевышнему к сожалению их молитве не хватило и буря продолжалась что же как им себя вести и он им говорит бросайте меня выхода у вас все равно нет и как бы им тяжело не было для них это было очень понимаете что такое вообще скажут что это вообще такое взяли себе клиента обещали перевести взяли огромные деньги и выбросили посреди моря это тоже некая такая какая-то непростая вещь да что же про них будут говорить но тем не менее а пикух на фишу знаем опасность жизни это самое главное они решают что нет больше выхода и они выбрасывают его в море в ту же секунду когда он достигает воды написано что море остановилась вот этот весь шторм это буря остановилась и в ту же секунду понятно что всем стало понятно что именно этого и хотела от них всевышний до всевышний не хотел чтобы и она убежала от своего произносит предназначения и в этот момент эти моряки они не просто сделали еще большую шубу они обещали сделать всевышнему некое приношение имеется ввиду курбонот принести в храм то есть люди совершили на месте живу увидев величие всевышнего да что же съемный всевышний конечно еще он и вот так хотел снять с этого корабля наверное не для того чтобы тот занимался спортом в море и просто поплавал до или просто себе утонул поскольку есть предназначение у каждого еврея в этом мире есть свое предназначение особенно естественно это касается людей пророками конечно можно стать но только после того как тебе всевышний дает определенные силы и определенные как бы определенные предназначения и всевышний посылает ему большую рыбу и эта рыба и его проглотила да посылает рыбу кит непонятно кит или не кит но огромную рыбу которая его проглотила и в чреве который он провел три дня и три ночи именно в эти три дня и три ночи которые он находился там он начал молиться то есть там на корабле он не молился решив убежать он тоже естественно не молился хотя это пророк это человек близкий сич который имеет прямую абсолютно связь к всевышнему только когда он попал в в чрево рыбы он начал молиться кстати через три дня она его извергла и не где-то посреди моря она его доставила прямичком на сушу туда куда где он должен был оказаться до знаете когда мы что-то с вами глотаем что происходит у нас есть какая-то там кислота да и вот все что входит в нас вот сейчас коронавирусом нам говорят что у кого начинает болеть горло то срочно пейте горячий чай и тогда все это попадет вам желудок где вот все сожжется в кислоте и иначе никакой болезни не будет он попал в эту кислоту представляете какая-то боль какие-то мучения да если даже вирус не может остаться там живым всевышний все-таки сохранил проведя через страшнейшие мучения этого и он оказался сильнее любых вирусов и желание всевышнего тоже и вот через три дня рыбы его извергла на сушу при этом надо сказать что человек который удивительный человек до который не боялся спать в трюме во время шторма он не боялся чтобы его выбросили в море да он боялся и не хотел пойти в город нинды почему почему он так сильно боялся попасть в этот город ведь это же желание всевышнего до всевышний повелел и они как его выбросили все равно пойти в этот город нинды нинвея и предостеречь жителей о приближающейся каре которая обрушится на них через 40 дней нас предупреждали говорили там в китае в китае уже что-то началось надо закрывать границы скоро придет к нам до нас к нам приходили тоже некие предупреждения каждый из себя спросит что он услышал в этих предупреждениях и как он услышал у всевышнего есть разные дороги передавать нам информацию в то время не было ни интернета не телевидение так далее вот были специально посланные пророки по определенному адресу да когда и он и достиг столице ассирии он начал ходить по городу и рассказывал еще не раз оговорил что еще через 40 дней так он начал говорить с первого дня до подумайте с наменялось количество дней нинвея будет перевернута он пророк он не говорит уничтожена хотя информацию которую он должен был донести что она будет уничтожена он своим желанием своим нежеланием чтобы эта столица пострадала чтобы люди и дали чтобы людям было плохо чтобы людям было больно взял на себя сказать предсказание сказать будет перевернута и тут скрывается некий двойной смысл то есть если они раскаются то их столица будет перевернута как судьба от беды к добру как иона предвидел он очень на это надеялся ассирийцы повели его пророчеству и погрузились в раскаяние да был объявлен общий пост не было что сегодня в израиле был пост вот и жители города отвратились каждый отцу своего злопути так во всяком случае написано в книге пророчеств ионы мы с вами пытались все время дойти до этого понятия легитимно ли чва легитимно ли раскаяние да если нам что-то подписано уже что-то совершено уже что-то происходит можем ли мы своим раскаянием что-то изменить кстати я хочу сказать что я не было очень тяжело во всем и потому что что произойдет через много-много лет и какие беды идут евреям от этих ассирийцев но это уже будет потом а тот самый момент на то самое время да он выбрал себе выбрал спасти людей и привести их к раскаянию потому что как мы увидели тут до шува раскаяния даже если всевышним уже изначально его послали изначально с тем что тут он должен просто сказать что вы будете уничтожен тем не менее он смог донести как пророк он смог донести это таким образом для людей что люди смогли раскаяться и изменить то что им было предназначено ну вот я думаю что сейчас в наше время когда у нас месяц миссан месяц освобождения месяц освобождения каждого из нас каждого человека а мы вместе каждый человек мы все вместе составляем целый народ мы составляем потенциальный народ мы составляем целый мир нельзя сказать что только мне будет хорошо и окей да это будет хорошо всем людям вокруг я делаю что-то хорошо каждый из нас да именно я каждый из нас делает что-то хорошо меняясь не только мне меняется то что предназначено сверху меня и всем людям которые окружают меня то есть каждый человек независимо он еврей он не еврей у него есть свое предназначение и именно то что он должен делать в этом мире сейчас это самое время это каждый человек максимально бесконцентрировать все свои силы все свои возможности именно для раскаяния приведения понимания до возвращение к всевышнему приближение к всевышнему понимает что он нам и дает только самое хорошее нет это видимо как это выглядит на сейчасшний момент нашими человеческими глазами постараться к моменту выхода из Египта личного нашего Египта и наших проблем сраться и выйти именно в счастье до того что ты вышел ты оставил все свои плохие привычки какие-то обиды с другими и и выйти к хорошему и помочь другим каждому человеку кто рядом с нами каждый на своем уровне каждый чем может хорошего месяца хорошей недели и очень приятно что кто-то смог таки прийти на урок до следующей встречи всего хорошего